Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 29 августа, по празднству Успения Пресвятой Богородицы, Православная Церковь совершает празднование Иконе Божией Матери, Торжество Пресвятой Богородицы, Порт-Артурское. 11 декабря 1903 года, за два месяца до начала Русско-Японской войны, в дальние пещеры Киева Печерской Лавры пришел старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт-Артуре. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица, держащая в руках плат, на котором был изображен лик Спасителя. Обе стопы ее попирали обнаженные и отточенные обоюдоострые мечи. С правой стороны, над причистым ликом Богородицы, находился архистротик Михаил, с левой – архангел Гавриил. Над нею ангелы держали в облаках царскую корону, увенчанную перекрещивающимися радугами с крестом наверху. Еще выше бесплотные силы поддерживали облака, на которых восседал Господь Саваоф. Пресвятая Богородица поведала старому моряку, что вскоре начнется война, в которой Россию ждут тяжелые потери и испытания. Владычица Небесная приказала изготовить образ, точно отображающий видение, и отправить икону в Порт-Артурскую церковь, обещая помощь, покровительство и победу русскому воинству. Старик-матрос поведал о видении богомольцам Лавры, и вскоре была собрана необходимая для изготовления иконы сумма. На образе, эмалированной вязью, было написано «В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей киевских и десяти тысяч богомольцев и друзей». В начале августа икона торжества Пресвятой Богородицы была доставлена во Владивосток и временно помещена в местный кафедральный собор. Порт-Артур в то время был осажден неприятелем, и вокруг него велись активные боевые действия. С иконы было сделано несколько копий, которые пытались переправить в Порт-Артур, но безуспешно. 21 ноября 1904 года, в день праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, после литургии молебна перед иконой торжества Пресвятой Богородицы, подлинный образ был заключен в специально приготовленный для нее футляр и отправлен из Владивостока. Припроводить Святую Икону в Порт-Артур взялся отставной ротмистер лейб-гвардии Уланского полка Федоров, духовный сын отца Иоанна Кронштадтского. Однако 11 января 1905 года Федоров сообщил, что икона в город доставлена не была в виду того, что Порт-Артур к тому времени уже был сдан врагу. Получив разрешение из Петербурга, Федоров отправил образ в действующую армию, где она и пребывала в походной церкви главнокомандующего. О дальнейших событиях, связанных с иконой, ничего не было известно до тех пор, пока Господу неугодно было явить новое чудо. 17 февраля 1998 года в Иерусалиме в одном из антикварных магазинов Порт-Артурскую икону увидели паломники из Владивостока. Икона была выкуплена на деньги, занятые в Русском Горницком женском монастыре. Вывести святыню из Израиля помогли российские власти и синодальный отдел внешних церковных связей Московского патриархата. 6 мая 1998 года Порт-Артурская икона Божией Матери возвратилась во Владивосток. Встреченная крестным ходом и перезвоном колоколов, взором ликующих православных, предстала Божия Матерь, стоящая своими стопами на берегу залива, на двух поверженных и обломанных мечах, какой явилась некогда старику-севастопольцу. Оригинальная икона хранится в Покровском кафедральном соборе города Владивостока. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа и совершается память святых. Мученика Диамида Врача, мучеников 33-х палестинских, преподобного Херимана Египетского, мученика великого князя Константина Брынковяну, священномученика Александра Соколова Пресвитера, преподобной мученицы Анны Ежовой Монахини, мученика Иакова Гартинского. Совершается празднование иконе Божией Матери Феодоровской. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с Днем Тезаименитства, благожелая вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы и Его Пречистой Матерью. Многое вам и благая лето!